ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Я Ксения Собчак. И это телепроект Дом-2, где одинокие сердца ищут друг друга. Сегодня тысячный день нашего телепроекта. И это для нас больше, чем круглая дата. Чтобы понять значение этого праздника, достаточно вспомнить, сколько людей прошло через нашу телестройку. И скольким из них Дом-2 помог в личном счастье. Причем некоторые из этих людей живут в Доме-2 с самого первого дня. И, конечно же, им есть что вспомнить и о чем рассказать. Ну вот и наступил тысячный юбилейный день нашей телестройки. В этот день Алена Водонаева захотела сделать подарок бывшему участнику Дома-2 Алексею Авдееву. Весь вчерашний день она собирала ему посылку в колонию. И поздно вечером уехала навстречу с ним. Новенький Сергей хоть и приехал к Тории, но она сразу же ему отказала в своем внимании. Наташа с Антоном вчера утром витали в облаках, а вечером, спустившись на землю, поссорились. Наташа считает, что Антон не всегда ее понимает, а он уверен, что просто она подвержена чужому мнению. Вика Боня ждет возвращения из Таиланда Степана, чтобы наконец поставить точку в их отношениях. Ну а на Доме-2 обнаружена пропажа участника. Вадим уже третий день не возвращается из своего дома в периметр, и никто не знает о его местонахождении. Как Вадим будет добираться? А где он? Не знаю вообще. Он же исчез. Он же пропал, его потеряли. Ты что, очнулась? Вадим будет добираться. А вечер не будет. Ну и что? Он вообще, никто не знает, где он, он сбежал. Ты что, тут такой кипиш. А ты только, ты что, не знала? Да, не знала. Да? Правда не знала, Машка? Там такое серьезное. А ты что, уже кому только не звонили. Где он? И что с ним? Как так? Так? Куда исчез, никто не знает. Ни телефон не отвечает, ничего. Человек Полина? Да. Ну? Ты человек Полина? Да. Поговори с отцом. Нет. Понятно. Да. Ты представляешь, мы на тысячном дне съемок Дома 2, тысячи дней. Тысяча. 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 Это же пипец. Это так много. Не пятьсот, не семьсот, а тысяча. Так, ну как же мне одеться-то в тысячной серии? А я нормально оделась для тысячной серии? Ты круто одета. Слушай, так мне что-то не очень нравится. Тысяча дней. А у нас сколько будет? Сто тысяч. Ага. А сколько в году? Не знаю, триста, наверное, с чем. Триста шестнадцать. Да? Не знаю, возможно. Там все. Так, да, мы находимся. Двери, калиточку закрываем. Двери. Двери. И калиточку. Паспорт. Да. Пойдем. Дверь. Должен быть. А заявление какое-то? Или что, как оно с тобой будет? Такое. Нам только что сказали, что заявление не надо. К осужденному. Такому-то, такому-то. Кадееву, Алексееву. Так. Аудио-видеоплееры, фотоаппараты, сильнодействующие лекарства, оружие. Что из перечисленного, кроме сотовой связи присутствия? Есть фотоаппарат. А какие лекарства сильнодействуют? Нож, па, мизин. Да это же, наверное, не относится к этому? Нет, это не относится. А фотоаппарат дать обязательно? Да, обязательно. Пленочки, если есть запасные. Вот один цифровой цифровой. Хоть бы сказали, что будет кино снимать. Так, слушай, ну это сейчас все беру. Ага. Так, у меня будут сохранения. А на моих паспорт будут. Хорошо. Так, я еще опрашиваю, на сколько вы идете на свидание? Как разрешат, я не знаю на сколько. Чем больше, тем лучше. Она говорит, что вы идете на одни сутки, на трое. На сколько? Нет, не на сутки. На трое суток, Светлана Михайловна. На трое сутки? Лет на пять, пожалуйста. Так, ну все, Вася, ну что, я записала, все. Все, запрещенных предметов нет, у вас обратили, да? Все сдали. Да, и еще я вам должна была дать пропуск, но его не... Ага. Ну, проходим. Ну, все, с вами. Да, все, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Если представить, что Дом-2 это наша маленькая жизнь, то сегодня мы переходим в миллениум, переходим в тысячелетие. И поэтому я предлагаю отметить, никто не отменял работать, поэтому мы все идем, выпившие сока на стройку! За мной! Что значит бу? Вы должны говорить не бу, а у-у-у-у! 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 У-у-у-у-у! 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 Ребята, у нас сегодня необычная стройка! Чего уделась? О-о-о-о! Ну? О-о-о, Рома! А меня, а меня. У-у-у-у-у-у-у-у! Ага, конечно! Это будет моя комната! Так, поднимаемся. А ясно здесь будет. Давно никого не видел я из людей. Это здесь можно сколько угодно курить, да? Одно заодно. Ну, если здоровье позволяет. Позволяет. Там еще много. Вот. У-у-у! Какое? Какое? У-у-у-у! У-у-у! 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 Здравствуй, Олег. Как ты? Ничего страшного. Сейчас я сниму. Я не знаю. Там еще тебе написал письмецо маленькое. Я тебе тоже написал. Чего нам не верил? Ну, не знаю. А тебе сказали, что я приеду? В четверг. Мне плохо. На сколько выехали? Могу забрать от себя? Нет. Сколько еще? До июля месяца. А в июле? В июле на поселение пойду. Это что такое? Это вольное поселение. Вот сюда вылазим. Ну, брось ты. Я старею. Ну, брось ты. Я старею. Я буду вам говорить задание на сегодняшний день. Давай. Значит, этот дом, я еще не знаю, для чего он предначертан. Но я точно знаю, что окна в нем должны быть чистые, блестящие. Поэтому мы раздираем вот эту вот простыню и моем окна на втором этаже в этом доме. Все, работа ясна, погнали. Я тебе написал практически такую же только, но уже более взрослее. Да ты, по-моему, вообще не повзрослел не скоро. Да я не повзрослел, я самый взрослый. Да ладно. Ну, правда, ко мне относят как к ребенку, но ничего страшного. Ну, знаешь, из тюрьмы, из тюрьмы. Ты меня не возьми сюда. Тебя сюда не возьму, не надо. Зачем? Я буду ревноваться, я же ревнивый. Скучно здесь. Мне не скучно. Ну, правда. Нет. Ну, вот ты полтора года отсидел. Да. Я там два с половиной отсидела уже. Или не то там скучно? Скучно. Ну, меня знаешь как, я сам себя развлекаю. То есть, ну, я практически с кем не общаюсь. То есть, ну, здесь нет таких. Самый эротичный мотеокон где? Где? Если вам еще платили. Я закрываю от вашего взора эту красоту. А теперь я снимаю тряхку и стоят две однаженные девушки. Роман, ты готов? Да. И наши три снимаем штанишки, девчонки. Раз, два, три. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре. Раз, два, четыре. Я же на три сказал. Раз, два, пять. Тихо. Ну, давай уже. На, один, два, три. Из-за того, я стараюсь моим влёжным проектов. Опа! Ну, я про мамчу, как у меня особое большое место. А мне не с вами ничего, да, собственно. Господи, неужели это ты? Ну, свадьбу не могу забыть, но это так прикольно было. Тоже не показалось. А так, что же? Я вообще расстраивалась, переживала. Я думала, как ты на меня отреагируешь, но вдруг ты не будешь рад меня видеть. Да ну, брось ты, как я тебе не буду рад видеть. Единственное, для кого я рад ее видеть, это тебя. Здесь вообще нельзя в погоде? Нет. Откуда? Так же, как у нас? Конечно. Ведущих наших великолепных в лице Ксении Собчак. Нет! Через 4 дня отметим твои письма. Ребята, мы уже так давно здесь живем, некоторые, что скоро придется строить не только конюшню, баню и сауну, а придется строить уже кладбище нормальное. Уже конкретно очень много. Для начала нужно построить ЗАГС, школу и роддом. А кто будет первым? Сначала роддом, потом садик. Если вы решите родить ребеночка, роддом мы гарантируем. Нет, это солнце здесь, Дима, хотят здесь детей. А, вот сразу на солнце стрелки переводить. Придите, я будем рожать за периметром. Но прежде, друзья, нужно развить сомнения наших телезрителей, которые уже закрадываются в их головы. Куда же деваются некоторые участники нашего проекта? Такое ощущение, что они пропадают. Может быть, под сугробом где-то затаился Вадим. Но мне все-таки хочется докопаться до правды. Итак, все-таки следствие ведут знатоки, и мне бы хотелось узнать. Я знаю, что Наташ, Антон и ты поехали куда-то по своим делам и с вами забрали Вадима. Прекрасным предлогом навестить родителей или что он там хотел? Нет, нет, я вот кладу руку на сердце и клянусь сейчас говорить правду, только правду и еще раз правду. Я скажу, что мы договорились с Натусиком отвезти ее. Сделать надо какие-то дела в Москве, и он чуть-чуть присосался к нам, потому что мы на собственной машине. Он говорит, я с вами поеду туда и доеду до Москвы, вы меня высадите, сделайте свои дела. Мы созвонимся, хотя у него телефона вообще нету сотового. Мы созвонимся и... Это в тот момент, я понимаю, не смутило. А меня не смутило, это не мои проблемы, а его. Я никого не буду подстраивать под себя, а он должен подстраиваться под нас, в первую очередь. Почему он остался и вернулся вместе с вами? Не вернулся, я даже не знаю, и побить его. Но голос у него был довольно-таки такой дружелюбный и... Но секунду тебе сказал, что поедет обратно с Рустамом, правильно я понимаю? Ну, да, возможно так. Рустам, все стрелки опять сходятся на тебе. Куда ты делал, Вадим? Встретился ли ты с ним и позвонил ли он тебе? Нет, секунду, он не сказал, что он приедет с Рустамом. Он сказал, что он хочет встретиться с ним в Москве. А приезжать я... Рустам, ну так почему же ты с ним не встретился? Нет, не встретился. И опять же, вот это количество людей, желающих со мной за периметром, свести счеты, оно увеличивается в геометрической прогрессии. Мне придется остаться здесь жить навсегда. Это раз. И выстраивать их каким-то образом, выстраивать их каким-то образом в какую-то очередь. Да, Ромка? Да, да, конечно. Вот. Сначала там... Начинаем с маленьких... Занимай место, а потом до тебя дело не дойдет. Ну что ж, тогда, дорогой Вадим, хорошо тебе погулять. Вещи пока твои остаются здесь. Надеюсь, ты все-таки как-нибудь к нам заглянешь их забрать, дорогой. Ну а у нас большой праздник, поэтому давайте все-таки перейдем от обсуждения неких людей, сбегающих из нашего проекта, к людям, которые не только не сбегают, но их еще и не выгнать. И уже как практически три года. И, конечно, первый же человек, который ассоциируется у меня со старостью, с преклонным возрастом и опытом, это, конечно же, солнышко. Солнце. С той первой брошенной, выплюнутой тобой жвачкой на стройке прошло уже три года. Ты перестала ершиться, хамить, стала доброжелательной, поменяла целых трех молодых людей. И в каждого была влюблена, несмотря на то, что ты не знаешь, что такое любовь. Но каждому ты признавалась в любви, ты представляешь солнце. Ну как ты так могла изменить свое мировоззрение всего за три года? А вот вопрос ко всем. Два раза. В том числе и вам. А что такое любовь? Слушай. Понимаешь, когда тебя выжимают вот так вот внутри, как корень, ну тогда ты, наверное, начинаешь все-таки понимать, что как бы что-то было. Мне интересно, когда я была подростком, я как бы очень обесценила, наверное, в своей жизни это слово. Когда была подростком. Ну понятно, вот сейчас, когда ты уже повзрослела. Я не верю в любовь. Все. Точка. Ты не веришь. Я не верю в любовь. Мне кажется, три года это очень большой срок для жизни не только в периметре, в каком-то телевизоре, для участия в чем-либо, да, в реалити-шоу. Это, в принципе, очень большой срок для жизни. И за это время, вот, хорошо, что сейчас показывают старые выпуски, первые, потому что я очень много слышу оценки даже от тех людей, с кем я живу, которые меня помнят тогда, что насколько мы все здесь повзрослели за это время. Действительно изменилось все. Изменилось, я не знаю, там, вплоть до черт лица и цвет волос. Изменилось многое, да. А внутренние повзрослели? А внутренние вообще пипец. Ну а о каких поступках ты жалеешь на нашем телепроекте? Ни о чем я не жалею. Даже о мае-абрикосове? Даже о мае-абрикосове. Это этап, и я уже говорила, что если бы не мае-абрикосов, я, может быть, не так ценила бы то, что у меня есть сейчас. И все познается в сравнении, и это сравнение, я знаю, что у меня сейчас лучший молодой человек на планете Земля. Ну и, наверное, на проекте Дом-2 из всех, в том числе, твоих молодых людей, которые здесь были. Ну вот у нас есть люди, стабильность которых, в общем-то, внушает уважение, потому что они-то, в общем-то, ну, была одна свадебка такая между делом, а так они хранили верность друг другу все эти долгие годы. Роман и Ольга, это все о вас. Почему-то мне смешно стало проверить, когда сказали. Ну, я сегодня уже, кстати, о тебе говорила, я вообще считаю, что ты очень сильно, очень сильно изменилась на проекте в лучшую сторону. Перестала реагировать на мои выпады в свой адрес, плакать. Просто ты просто стала любить больше другого человека, поэтому я перестала реагировать. Нет, ну вообще, научилась красиво говорить, формулировать, отвечать, задавать едкие вопросы, ставить людей в неудобные ситуации. Да, это и все про меня. В общем, просто стала мастером языка и речи. У меня есть определенные критерии, за что я ценю людей, да, и я не боюсь об этом говорить. Мне Камила не нравится как человек, но... А за что ты ценишь людей, Оль? Ну, мы сейчас не об этом говорим. Ну, почему? Это тоже интересно, мы говорим обо всем. Я тебе потом, кстати, расскажу, за что я ценю людей. Что, расскажи всем, пусть люди знают, за что ты ценишь людей. Все, кто меня знают, знают и то, что... Очень долго думать на это. Ну, да, мне просто хочется вот конкретно услышать, за что Оля Бузова ценит людей. Ну, конкретно я тебе потом расскажу. Сейчас я хочу... Может, не можешь так сразу сформулировать это? Оль, ты не можешь сформулировать это? Оль, ты делаешь заявку. Ну, как бы, вот всегда... Замечательно. Замечательно. Называется девочки-потворение. Я тоже, иногда, если у меня возможность смотреть старые выпуски, я просто... Мне хочется закрыть уши, потому что там я ничего, кроме... Блин, вообще, как круто, блин, вообще, блин, вообще, офигеть, обалдеть, ничего, кроме этого, я там не говорила. Сейчас у меня прибавились другие слова. Моё словарное... Котёнок, да. И на самом деле, сегодня пока ещё не тот день, не три года, три года мы будем праздновать потом, а сегодня тысячи дней. И как-то вот тысячи дней звучит как-то магически, да, тысячи дней прожить. Но я хочу сказать, что за всё то время, что я здесь нахожусь, вот я бы не хотела тоже ничего поменять, и за исключением одного. Мне иногда очень горестно, когда я вспоминаю те вот наивные дни в начале проекта, я бы, конечно, может быть, хотела даже хотя бы на денёк окунуться, вот в те дни, когда Ксюха к нам с утра приходила, грызь семечки. И кушала. И кушала, и кушала, и кушала, и кушала, и кушала, и кушала, и кушала. И очень ты к нам чаще приходила, всё было как-то по-наивному, по-дорому. Сейчас, конечно, все мы такие пафосные, крутые стали. У меня эти ведущие, я правильно. Вот. И я хочу сказать, что за тысячи дней мне только за один момент стыдно. Это за тот момент, когда я немного оттрепала нервы своему мужчине, вот. Но на самом деле это даже к лучшему, потому что тогда я поняла, что Ромка меня действительно любит. Всё, что я прошу тебе не делать, ты знаешь, что это для меня самая больная тема. И ты продолжаешь делать это. Ты знаешь, что и как я к этому отношусь. Я тебя ненавижу, урод! Блюдо! Пусти меня! Я с тобой больше никогда не буду вместе, понятно, Ромка? Заимно. Спасибо, Оля, за приятное времяпровождение. Потому что ты полный эгоизм. Спасибо за всё, что ты для меня сделала. Спасибо за твой эгоизм и за самолюбие. Что ты гоню так борешься? Потому что я с тобой была на подвижении. А я с кем был? Я вот тут недавно начал считать, что я впервые в своей жизни попробовал на проекте. Или вообще что-то сделал. Я впервые выехал за границу. Я впервые побывал там в Венеции. Впервые. Я впервые так долго участвую в шоу. Впервые мне, я тяну пару наших. Да, впервые там написал книгу. Это я, моя идея. Да, и был телеведущим. И много-много-много-много. Впервые, может быть, влюбился? Впервые влюбился, совершенно верно. Совершенно верно. И еще осталось только впервые жениться, Роман. Единственное, что тебе осталось сделать на нашем телепроекте. Впервые, знаешь, впервые это как-то звучит так вот с подвохом. Как бы впервые, намекая на... И на веки вечные. Ну вот, если так, то и может быть. Я еще хотел сказать, что вот в этих сериях еще можно заметить пробегающую мимо еще необстрелянную, недипломированную Ксению, которая очень часто много с нами проводит время. Да, Ксюху. Даже картошку чистить. Ты учила Степу целовать руку. Учила Степу общаться с женщинами. Ему помнится даже... А он теперь научился, и теперь ко мне на тет-а-тет и приходит, и заваливает меня. Сразу. Понимаешь, что и все без толку обучения. Нет, но если бы это никому не нравилось, он бы, наверное, не заваливал. Знаешь, в общем, очень много, мне кажется, что очень много вот за тысячу дней нас стало объединять. И приятно, что глядя вот так вот с высока прожитых дней на все то, что состояло здесь, можно сказать, под одним большим восклицательным знаком, не зря мы получили роскошный жизненный опыт, которого бы мы за периметром не получили. И мне кажется, мы заслуживаем оваций. Это точно. Купайте, ребята, да! Ура! Здравствуйте! Я Солнце, и это телепроект Дом-2. Сегодня у нас юбилейный тысячный выпуск. За годы существования нашего телепроекта формат Дома-2 был куплен ведущими телекомпаниями в разных странах мира. Мы организовали прямые включения с зарубежных домов. И сейчас у нас на связи наш специальный корреспондент Дмитрий, который расскажет нам последние новости. Дима, Дима, как слышишь меня? Дмитрий? Привет, Москва! С вами специальный корреспондент Дома-2 Дмитрий Шмаров. Мы с вами находимся на Диком Западе. Здесь почти не ощущается дыхание цивилизации. Обитатели этого городка живут по законам и традициям двухвековой давности. Это простые парни и девчонки. Очень душевные и очень открытые. Очень непосредственно реагирующие на любое слово. И, как вы видите, сами за словом в карман не лезут. Лезут сразу за льварьером. Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Вот за что я люблю Америку. И я готов ради нее умереть. Спасибо, Дима. Берегите себя. А мне сообщают, что установлена связь с нашим восточным бюро. Здравствуйте, Дима-сан. Как дела у вас в Токио? Приветствую вас, солнце. Как вы знаете, восточные люди очень сдержанные и очень трепетно хранят традиции. Так, например, самураи до сих пор не отказались от использования меча. Тем более, когда это касается сердечных дел. КОНЕЦ 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 Араки! Ааа! Ааа! Ааааа! Аааа! Аааа! Kine учу! Ее! А неamat. Ааа! Ааа! Да... Тихо! Ааа! 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 Аааа! Аааа! Аааa! спасибо дима-сан но у нас к сожалению мало времени так последнее включение с острова ямайки о да я вижу вас там очень весело привет солнце привет россия как видите урожай в этом году накосили хороший поэтому все веселые так что я не буду долго разговаривать лучше пойду танцевать и кто сегодня уйдет мы узнаем против после наших танцев а а а а а ПЕСНЯ Ну что ж, ребята, дай бог не последние тысячи и спасибо за этот торт. Все голодные налетаем! ПЕСНЯ 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 Наш дорогой хозяин вернулся. Здорово. Да я весь день плакала. Ну как у тебя до встречи? А с Серёжей что? Сергей Павлович. Хочешь тортик? Ничего не хочу вообще. А там Степа тоже приехала? Степка приехала, но мы так чуть-чуть видели. Сейчас он уже зайдёт. Сейчас закину сумку. Ладно. Я вообще не спала. Я вообще не спала. Не туда даже когда ехала? Не ехала, я не спала, я не могла. У тебя приняли-то всё? Всё взяли, все посылки, я тебе всё расскажу. Ну всё нормально прошло, гладко. А здорова. Здорово. 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 Спасибо. Наш дорогой хозяин вернулся. Здорово. 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 Ну и что он, как он вообще, что рассказывает? Ну, хорошо было. Я люблю тебя. Классно. У него почек красивая. Очень. И он так старался здесь. Он знал, что я предала, но заранее письма подготовила. Я ему тоже все передала, отвазы, записки, там все. Мне тоже приятно. Сколько вам часов дали? 30 минут. Ура! Он скоро выйдет тоже. И вы с ним встретитесь вообще. Посмотри, какая у него модная рубашка. Светлана, а тут мне подарки. Да. Только мне дольки. И тебе тоже. И даже тебе. Сиди с нами чатить с картоном. У нас сегодня тысяча денег. Тысячный день сегодня. Давайте. Сейчас я приведу. Немножко расслаблюсь. У меня к столу даже есть кое-что. Да, вы что? Да. Не, я не напряжен. Это напротив. Расслаб. Да. Да, я так соскружилась вообще. Что у тебя тут? Я никогда в жизни не видел ни таких фруктов. Никогда. Это ежики. Ежики какие-то. Объясни, что ты делаешь. Не знаешь, чем это. До сих пор не знаешь, что это такое. Разрезки внутри съели. А, прикинь, ядовитые такие. Манго. Манго. Ребята, у нас есть манго. И еще есть чеснок. Чеснок. Вы, наверное, в Доминикане ели такой чеснок? Нет? Я тебя попробую. Так, а ну идем, что интересно. Это что такое? Нет, по-моему, не ели. Чеснок. Это чеснок? Это чеснок? Это, это, это вот так вот. А, о-о-о-о. Вот внутри, внутри, внутри. А, что это такое? Офигеть. Это вкусная штучка. Ладно, когда что-то? Очень, да. Степка за воротами встретилась. Сейчас он уже заходит. Привез подарки, там он. Но у меня самая красивая сумочка. А, это вот и столько? Да. Ну, там сумку, масло, вот все там. А, по набору есть такой. Ага. Ну, все, любой будет тоже здесь, на проекте. Девочки, здесь не кольцо, не надо делать так. Сережки? Да нет. Браслет? Нет. Кулон? Нет. Цепочка? Цепочка? За воротами сейчас мы там видим. Ну, давай, ну не томи. Подвеска какая-то, что-то. Лисонька. А, вот так, да, да, брошь. Телефон. Ну, все равно. Гена, ты знаешь, что я кошек люблю? Супер. Ой, ну, со всех сторон, со всех сторон. А Бонни, привез он что-нибудь? А, нет, 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 все, Костя. А это что такое? Перчик какой-то. Смотрите, какой еще фрукт. Вот. Степка, ты туда за фруктами барышей, что ли, приехал? Я представляю, там сколько стоит? Посмотрите на него. Да. Так я здесь только рубашку купил. Степка, ты поправился? Только костюм. Я, Фуксия. Нет. Вот, смотрите еще, что есть. А что это? Виноград? Виноград. Это типа винограда. Это вкусная штука. А это как есть. Разрезать надо. А потом что? Смотри, они такие интересные внутри. Разрезай, тихо, видишь, что с вами делать. А возьмешь ты вот так. Как он щелкнул. Это другая, да-да-да. Правильно, разрезай. Вообще, как ненастоящая, по-моему, да-да-да. Более разрезай. Сейчас, подожди. Спасибо. Как я люблю такую штуку. Оленька, я тебе применю сумку. Интересный вкус. Да? Так, ты не против? Я не против. Ну, конечно, вот так съездить, это очень тяжело, понимаешь? Очень. Можешь. Только ехать туда. Я не хотела уезжать вообще оттуда. Я представляю. Ну, там очень тяжело, там поедет. Ну, что мне надо? И ты бы не захотел. Это понятно. Еще время не дали баллы пообщаться. Вы вообще не уйденялись? Нет. Так на глазах у всех все время, да? Да, если бы мы вдвоем побыли, сижу на листах, и с диктофонами, и с камерами. Чисто, чтобы не забаловались, не дай бог. Чтобы он тебя бы не приобнял бы. Мы обдевались. Да. Ну, что, он такой же, он как выглядит-то? Все такое красивое. Все хорошо. Все так красивое. Очень хорошо выглядит. Очень хорошо выглядит. Угу. Это тебе подарочек. Вау. Веер-трансформер. Как круто, слушай. Ух ты. У-у-у. Такие свечки приятненькие. Веер-трансформер. 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 Давай, Антоха. Пойдем. Прогуляем. Мало ли там еще расскажешь. Интересно. Пойдем, Антоха. Прогуляемся. Спасибо. Ну, он не выглядит, как вот. Он не страдает. Нет. Нет, нормально, да? Я сейчас супер-аптивистовый. Угу. Кайфовый этот все. Угу. У меня все в соплях. Все, все руки вешают. Все прям соплем. Я бы не по подбородку почему-то катится. Давай. Этот шарф. Я вот этот. Ты знаешь, все сопливые твои вещи, они у меня там в одном сундучке лежат в отдельном. Ну, ты моя любименькая. Пошли. Все. Не хочу никуда идти. Ну, тут сидеть-то не будешь. А что так происходит? Да ничего. Степка счастлив. Да я снова вы с ним поболтали. Угу. Подарки были. Угу. Ну, я все равно тоже строят. Я представляю. Прекрасно выглядишь. Поправилась. Поправилась? На три килограмма. Ну, что видишь, которая. Поправилась. Три килограмма. Поправилась. Три килограмма. Поп. Есть свои плюсы? Ну, конечно. Видно? Заметненько? Нет. Нет? Я уже думала, заметно. Прямо так видно. Хожу. Нет. Мой. Эх. Это бывает, Мась. Надо отмучиться вот это вот было. Ну, ты не могла же. Это же не просто, знаешь, Джо Райт, веселая поездочка. Сама понимаешь, куда ехала и с кем встречалась. Ну, как быть то? Никак не быть. Не бойся.